Привет, друзья! Я часто делаю обзоры, посвященные Клэрос, в частности тематике правосудия. И в этом обзоре я донесу до вас интересную новость, связанную с возможностью интеграции Клэрос Курт в платформу Unslashed Finance, тем самым создав симбиоз и улучшив сферу страхования. Данная интеграция произошла совсем недавно, поэтому, изучив эту возможность, я решил поделиться этим с вами. Для многих, возможно, неизвестно, что из себя представляет платформа Unslashed Finance. Основное ее предназначение – это страхование децентрализованных финансов. Платформа заслужила доверие многих организаций и опытных пользователей в сфере DeFi благодаря обеспечению безопасности активов инфраструктуры от многочисленных угроз, таких как сбой смарт-контрактов, эксплойты, взломы бирж, кастодиальные риски и прочие угрозы. Благодаря Unslashed Finance от всех этих угроз можно защититься. Сделать это довольно просто – абсолютно любой пользователь может обеспечить покрытие рисков, выделив при этом залог. К тому же этот залог выполняет несколько функций, приносит доход и обеспечивает страховое покрытие. С одной стороны, можно было бы использовать страхование и без участия Клера, но в случае подачи заявки пользователя на выплату возникновения спора нет вариаций решения проблемы. К тому же эти решения не всегда приводят к справедливому исходу заявки, как в случае обычного традиционного страхования. Поэтому по-настоящему децентрализованный протокол страхования не может существовать без справедливого и независимого процесса рассмотрения претензий. И поэтому необходим Клерос, который способен решать любые претензии полностью беспристрастным и прозрачным образом. Отправленная пользователем Unslashed заявка проходит стандартный период оспаривания. Этот период ее может оспорить абсолютно любой. В случае, если такого не произошло, она принимается и происходит автоматическая выплата. Если заявка была оспорена, тогда она рассматривается в Клерос. Любой пользователь, приложение, на которое распространяется страховой полис Unslashed, может подать иск в случае возникновения инцидента. Затем заявка рассматривается и, если она принимается, то есть признана действительной, тогда пользователь будет иметь право на компенсацию, которая автоматически выплачивается смарт-контрактом. Если произойдет обжалование заявки пользователя, тогда нужна будет помощь. В таком случае присяжные Клерос будут призваны для вынесения решения, рассматривать претензию или отклонить ее. Если поданная заявка пользователем Unslashed выиграет спор, он получит заявленную сумму, а его первоначальный депозит будет возвращен. Он также получит депозит претендента в качестве вознаграждения. Если претендент выигрывает, он получит первоначальный депозит пользователя Unslashed и получает свой депозит обратно. Такой исход исключает получение компенсации истцом. Если арбитр отказывается вынести решение, в таком случае обе стороны получают свои депозиты обратно, а истец не получает компенсации. С таким исходом стоимость арбитража делится обеими сторонами поровну. Решение по спору может быть обжаловано путем внесения платы за апелляцию в течение периода обжалования спор. В целом решение спора с помощью Клерос происходит в штатном режиме и о данном механизме я уже неоднократно рассказывал на своем канале. По итогу Unslashed Finance создал удобный, простой и понятный новый интерфейс для подачи претензий. С ним вы можете самостоятельно ознакомиться, перейдя с официального сайта в приложение, нажав на кнопку Use Up. В конце хотелось бы сказать, что благодаря этому сотрудничеству стало возможным создание децентрализованного страхования. Мы получаем готовый Use Case, способный решать необходимые вопросы большого числа пользователей. Клерос продолжает интеграцию своего децентрализованного протокола решения споров и обживается мощными и значимыми партнерскими связями. Если вам захотелось детально изучить и ознакомиться с этой темой, а также хочется попробовать в деле Unslashed Finance, то все необходимые ссылки я оставлю под видео в описании. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать последние новости о проекте Клерос. Всем спасибо за внимание, всем пока!